Привет, мои любимые, с вами снова я, Дима Кеш. Сегодня я с хорошими, сегодня я только с позитивными новостями, потому что Даша беременна в 13, следим, держим руку на пульсе спустя столько лет, ей уже давно не 13, она решила оставить второго ребёночка, не убивать его. Она, правда, не знает, хороший это поступок или плохой, напишите в комментариях. Я уверен, что она зайдёт и почитает. Давайте направим её на путь истины, возможно, вы считаете, что ей не стоит оставлять второго ребёночка. Я вот считаю, что аборт это детоубийство и не нужно убивать своих детей. Она боялась, что она останется бесплодной, если она сделает аборт, но не в этом дело, речь идёт об убийстве живого существа. Поэтому я несказанно счастлив, это лучший день в моей жизни, что Даша решила не убивать своего ребёнка, оставить его в живых. Он будет благодарен, когда он вырастет, посмотрит все эти мои видео, почитает все её сторис, а её сторис удалятся, а я же их сохраню в своих видео. И он почитает, где она думала, оставлять ребёнка или не оставлять, сделать аборт. Вот я представляю такой, рождаюсь и спустя 18 лет захожу. Такой старый сайт в архиве где-то нахожу, да, которым никто уже не пользуется. YouTube.com И, скорее всего, это уже будет YouTube.com, когда в России YouTube заблокирует. Посмотрю на свою мать, какая она была молодая, и такое увижу, что, оказывается, она хотела сделать аборт, хотела избавиться от меня. Я нежеланный ребёнок. А когда, как вы знаете, ребёнок нежеланный, когда мать хотела сделать аборт, не хотела ребёнка, он это чувствует. Он начинает это чувствовать ещё в утробе матери. Другими словами, ребёнок Даши, он уже сейчас чувствует, что мать хотела его убить. Но слава богу, что мифы и пропаганда о том, что если ты сделаешь аборт, то останешься бесплодной, потом на всю жизнь до сих пор работают. Даша не убила своего ребёночка. Выпьем кофейку за это. А в сегодняшнее видео нативно интегрировано реклама телеграм-канала «Слив халявы». Мало кто знает, но в KFC, Burger King и McDonald's есть специальные промо-коды для сотрудников, чтобы они питались с 90% скидкой. Например, тот же Big Mac по купону стоит 15 рублей, а маленькая кола так вообще бесплатная. Так вот, сотрудники фастфудов сами сливают халявные промо-коды в этот телеграм-канал. Ссылочка на который будет в описании, вы можете воспользоваться им прямо сейчас. Как утверждает админ, такие промо-коды есть только в этом телеграм-канале. Лично я уже давно кушаю с 90% скидкой, поэтому по ссылочке в описании можешь сделать то же самое. Ну а кто действительно хотел бы убивать чужих детей, так это мамаша из Санкт-Петербурга, которая выгуливала своего ребёнка на детской площадке. Здесь стоит отметить, что она собственница помещения в доме, в котором она живёт. А это очень важно, потому что сейчас мир буквально делится на тех, кто владеет недвижимостью, и тех, кто ублюдок, который просто снимает квартиру, потому что живёт на аренде, и не имеет возможности купить своего жилья. Если вы такой, вы просто нищий ублюдок, который не может взять ипотеку, например, и 30 лет её выплачивать, шейм он её... Так вот, мамаша выгуливала своего ребёнка, и на детской площадке там была другая мамаша с ребёнком. То ли ребёнок аутист, то ли он просто с какими-то отклонениями. И мамаша решила, что не будет ребёнок выгуливаться на этой площадке, потому что её ребёнок испугался ребёнка больного. Я полностью поддерживаю здесь я же мать. Я считаю, что инвалидам вообще не место в нашей замечательной стране. Я считаю, что картинка нашей страны должна быть настолько идеальной, чтобы даже в каком-то сраном дворе в Санкт-Петербурге не было больных детей, чтобы, не дай бог, там вот даже забудем про эту мать, когда приедет какой-нибудь иностранец и увидит у нас инвалида или больного ребёнка, он такой, ну нахер, больше никогда не приеду в Россию. Собственно, из этих соображений инфраструктуры для инвалидов, все вот эти вот барьерная среда вся, которая никоим образом не даёт инвалидам нормально там в аптеку заехать, в автобус заехать. Ну, собственно, как в развитых цивилизованных странах должно выглядеть. У нас это так не выглядит только по одной единственной причине. Потому что в нашей прекрасной стране не должно быть сраных инвалидов. Сколько можно уже повторять. Мамаша, конечно, у него тоже та ещё умная, решила выгуливать его вместе со здоровыми детьми. Представляете? Пугать детей. Вот чем она думала вообще? Потому что мать, я же мать, правильно, подходит и говорит, мой ребёнок боится. Потому что я ему, сука, не собираюсь объяснять, что есть больные дети, дети инвалиды. Потому что он сам-то не инвалид. И он здоровый, нормальный человек. А здоровые люди не должны смотреть на людей не таких, как они. Всё-таки культуру и традиции нашей великой и могущественной страны нужно ценить. А в нашей культуре принято, что мы консервативные. Мы такие, ну, не открыты ни для чего нового. Поэтому мы не признаём, например, геев, лесбиянок. У нас не будут проводиться гей-парады. У нас, например, президент будет шутить про флаг, который посольство США вывешивает у себя. Типа, ну, они показали, кто там сидит у них. Я считаю, это правильно. Это так и нужно делать. Не нужно все эти либеральные ценности поддерживать. Пусть они в своей, там, Америке, в Европе. Пусть вот они там, господи. Если вкратце, если у вас родился больной ребёнок, то пиздуйте сразу куда-нибудь в Норвегию, в Америку. Здесь вам не рады, не понимаете? Я же мать, она прямо так и сказала, что вы даже не то, что на нашей площадке, вы и на своей площадке гулять не будете. В общем, я здесь на 100% разделяю позицию я же матери. Вы скажете, Дима, ты сошёл с ума. Хватит, хватит, Дима, нести всякую чушь. Но я считаю, наша страна, она великая и могущественная только пока у нас нету возможности инвалидам жить в этой стране. Как только инвалиды захватят общественное пространство, как только больные дети будут играть с другими здоровыми, обычными детьми, то всё. На нашу страну сразу нападут американцы, и китайцы, индейцы и уничтожат, уничтожат наши скрепы. Всё, от России ничего не останется. Юрий Дудь уже не сможет выходить где-нибудь на Камчатку, прилетать за 300 тысяч рублей и говорить Россия, заебись. Убирайте уже инвалидов и больных детей из наших городов. Хватит, хватит. Не можем просто. Дети пугаются. Ну и я обещал, конечно, сегодня только позитивные новости. Ха, поэтому позитивная новость. Корейку Дашу заблокировали в ТикТоке за то, что у него очко не побрито было. Я думаю, многие не поймут, что значит то, что я сейчас сказал, и вам и не нужно в это лезть. Значит, это детектор такой, нормальный вы человек или нет? Если вы знаете, что это значит, то вы человек уже потерянный для общества на веки вечные. Итак, за что же забанили Корейку Дашу в ТикТоке? Я же уже ответил на этот вопрос. Мало ли кто-то будет искать на Ютубе видео, за что забанили Корейку Дашу? А я уже снял про это видео. И вот, пожалуйста, ребята, пользуйтесь. Я раскрыл вам всю правду. На самом деле, удивительно смотреть, как фрики типа Корейки Даши быстро набирают популярность. Только вчера о нем никто ничего не знал, а теперь его Ксения Хоффман позвала на стенку, и теперь о нем знают чуточку больше детей. На полном серьезе они там раскрывали его детские травмы, его историю, как его гнобили родители, как они не признавали его. И, конечно же, главная драма заключалась в том, что стримеры сейчас же на Твич-площадке Корейка Даша собирает там по 25 тысяч онлайна, и стримеры другие смеются над ним, завидуют ему, а он хочет коллаборации с ними. Но, внимание, угадайте, по какой причине они... По какой причине нет коллаборации с Корейкой Дашей? Потому что его никто не принимает. Я просто не понимаю, на что он рассчитывает, когда говорит, что его никто не принимает. Пойти, например, на стрим к Мелстрою, где за 5 тысяч рублей тебя окунут в ведро с говном, или побреют на лосы, или просто унизят, или просто изобьют, или выкинут из окна Москва-Сити. Все, что угодно с тобой может произойти. И тут Корейка Даша, который интересный для себя образ выбрал. Девочки-истерички, которая делает вид, что вот, типа, ему пишут, «Я твой рекламодатель, но вместо рекламы побрей очко». И он, как актер, который до сих пор почему-то не получил Оскар, начинает визжать, истерить и плакать из-за этого. И детишкам это крайне нравится, такое поведение. А потом он приходит на стенку к Ксении Хоффман, и такой весь, знаете, медленный, такой спокойный, такой, «В детстве меня не принимали, а я такая, не такая, как все, я Рената Литвинова». Блядь, перезагрузите кто-нибудь там ТикТок, Ютуб, Твич, чтобы все блогеры удалились, и все заново началось. Пожалуйста. Негативно отношусь к тому, что его забанили. Я не считаю нужным банить кого-либо, только если вы там детскую порнографию выкладываете, либо, я не знаю, призывы к чему-либо, к экстремизму и тому подобное. Да, нарушение, прямо конкретное нарушение правил сообщества. За что его забанили? Ну, не побритая очко, видимо, тоже теперь входит в нарушение правил сообщества. Это у меня все на сегодня, значит, получается. Красавица, я знаю, что ты досмотрела до этого момента, и теперь ждешь, что тебе написать в комментариях, чтобы я знал, что именно ты досмотрела до самого конца. А сегодня у нас секретное слово. Не из 11 слов, не из 12 слов, не из 13 слов, а из настоящих 14 слов. А какие 14 слов будут решать тебе? Я прочитаю все комментарии, посчитаю все слова самостоятельно, вручную, и пойму, что ты досмотрела до конца. Целую, обнимаю.